всем привет с вами вновь анастасия пёсик мы продолжаем серию видеоуроков для подготовки к егэ по русскому языку и в этом видео давайте поговорим как решать задание номер 7 задание номер 7 выглядит следующим образом вам будут предложены пять словосочетаний в которых одно или несколько слов будут выделены ваша задача в именно выделенных словах лишь в одном найти ошибку исправить ее и выписать слова в исправленном виде ваш бланк ответа здесь важно быть очень и очень внимательно на что чаще всего обращать нужно внимание во первых давайте разберемся со степенями сравнения например слова со степь степени сравнения не могут быть со словами более и менее что это значит например можно быть более высоким но нельзя быть более выше видите слово выше и это уже означает что кто-то кого-то выше поэтому будет нелогично рядом с этим словом уже в степени сравнения поставить слова более или менее он не может быть тем более менее выше как он может быть менее выше он может быть менее высоким понимаете а также в русском языке еще есть превосходная степень сравнения что это значит превосходная степень сравнения указывает на просто конечную наверху стадию например красивейший суффикс есть нам помогает понять что это просто самые красивые дальше просто некуда эта степень сравнения превосходная образуется при помощи суффиксов айш или ещ и приставки на и может быть и суффикс и приставка это допускается например на и высочайшая вершина так говорить можно и высочайшая тоже говорить можно то есть если там есть и приставка и суффикс здесь ничего страшного не происходит в чем же тогда ошибка когда она возникает она возникает если слове уже есть приставка или суффикс или то и другое вместе, и рядом стоит слово «самый» или «самая». «Самый красивейший» здесь ошибка, потому что уже есть суффикс, есть. Слово «самый» здесь не нужно. Как исправить? Нужно написать «самый красивый», либо просто слово «самый» опустить и оставить «красивейший». Надеюсь, с этим мы с вами разобрались. Стоит ещё помнить о том, что слова «аэрозоль», «кофе» и «тюль» мужского рода. Например, мама повесила летний лёгкий тюль. Я заварю себе чёрный кофе. Мы будем пользоваться чем? Аэрозолем. Слово «повидло» среднего рода. Пирожки с чем? С повидлом. Теперь давайте поговорим о числительных. Важно запомнить, и эта информация будет под запись. Обязательно, ребятки, обязательно пройдите ВКонтакте, в моей группе в обсуждениях, самый верхний закреплённый пост, в видеокурс, и там есть к каждому заданию текстовый файл. Этот файлик нужно обязательно переписать своей рукой к себе в конспекты. Надеюсь, вы ведёте конспект по каждому заданию, как я вас и прошу. Итак, здесь тоже важно обратить внимание на склонение некоторых числительных. Например, «полтора» и «полтораста». Важно помнить о том, что у них только в именительном и винительном падеже ничего не добавляется, а во всех остальных падежах никакого окончания не добавляется. Знаете, что добавляется? Просто буква «у» – «о полутораста». То же самое можно сказать со словом «девяносто». Кроме именительного и винительного падежей добавляется, вернее, меняется окончание на «а». Всё остальное, то есть именительный девяносто и винительный тоже девяносто на конце «о», а в остальных падежах «а». Теперь давайте поговорим, что делать, если перед вами сложное числительное. То есть состоит из нескольких слов. Это триста, четыреста, семьсот, шестьсот, пятьсот. Например, там будет словосочетание, как я уже сказала. Например, о семистах книгах. Речь идёт о семистах книгах. И мы не знаем, есть тут ошибка в семистах или нет. Мы начинаем склонять это слово, причём раздельно. Первое, с чего мы начинаем, мы определяем падеж у слова «усуществительное», которое стоит рядом с числительным. «Книгах кем», «чем», «книгах о ком», «о чём о книгах», «кем», «чем». «Книгах» – это творительный падеж. Теперь наше с вами числительное семиста мы разбиваем на две части семь и сто и склоняем их, то есть ставим в этот падеж, в котором находится наше существительное, отдельно друг от друга. То есть семь само по себе ставим и сто само по себе ставим. Итак, «кем», «чем», «кем», «чем», «семью». Например, у меня семь ручек, я пришла домой с семью ручками. Семью. Теперь слово «стоп» ставим в творительный падеж. «Кем», «чем», «стами». А потом мы эти два слова просто соединяем. И получается «семью», «стами», «семью», «стами», «книгами». Вот. Понимаете, также в конспекте будет слово «стоп» расклонено. Запишите себе. То есть вы обращаетесь к конспекту, там у вас уже слово «стоп» расклонено. Как склонять слово «стоп»? Вы можете запомнить слово «ноты» и точно так же склоняется по аналогии слово «стоп». А числительные мы с вами пропишем тогда, все числительные, в конспекте. И вам будет очень легко на первых порах решать всё со своим конспектом. А уже потом, когда вы запомните где-нибудь месяца через два упорные работы, вы уже будете это всё решать без конспекта. К чего я и добиваюсь. Какие ещё могут быть здесь слова? Могут быть, например, слова «килограммы» и «граммы». Они всегда в любом падеже наращиваются окончания «ов». Например, пять килограммов мандаринов. А, ну, конечно, килограмм «ами», да, не в любом падеже. Но там есть окончание «ов» в родительном падеже. Килограммов и граммов. Сколько вешать граммов? Мама попросила купить пять килограммов помидоров. То же самое окончание «ов» наращивается. Если овощи, фрукты у вас стоят в мужском и среднем роде. Пять килограммов бананов. Восемь килограммов мандаринов. Семь килограммов апельсинов. Видите, везде «ов», кроме слова «яблок». Слово «яблок» обычно просто «яблок». Яблоко, пять килограммов яблок. Также важно запомнить некоторые существительные. Например, ботинок без чего? Без ботинок. Сапоги нет чего? Нет сапог. Он пошёл без сапог. Здесь нет наращивания окончания «ов». Солдаты, рота, солдат. Без «ов», ребята, я вас прошу. Это очень важно. Также некоторые глаголы, например, «зажечь», «зажжёт», «стричь», «стрижёт», «ехать», «поезжай» или «поезжайте». А также профессии некоторые. Например, шофёры и так далее, редакторы. Это всё я вам тоже дам как подкаст. Это нужно слушать, и оно само запомнится. И также будет не то что конспект, потому что там слишком много. Это встретится гораздо реже, но может встретиться. Поэтому это, конечно же, нужно знать. Здесь на помощь нам приходит слушание, прослушивание подкаста и, конечно же, переписывание в тетрадь. Или просто несколько раз это прочитать. Это обязательно я вам дам в текстовых материалах к этому заданию. Итак, теперь, после того, как вы всё переписали, обязательно переходите к практическим заданиям. После того, как вы всё прорешали, только лишь после того, вы сможете уже перейти к изучению задания номер восемь. Оно очень интересное. С вами была Анастасия Пёсик. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»